Билет номер восемь. Первый вопрос. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с неисправной системой охлаждения? Не допускается. Конечно, не допускается. Если у тебя вода или тасол протекает, как ты поешь, у тебя двигатели согреются. Вопрос номер два. Можно ли отсоединять гидравлический шланг или рассоединять трубопровод гидравлической системы самоходной машины при работающем двигателе? При работающем двигателе такие дела. И такие дела делать нельзя. Неважно, это малых или больших оборотов. Потому что у него, если не ошибаюсь, насос НШ будет работать все время и не отключается. Вопрос номер три. Эксплуатация самоходной машины при ослабленном креплении кабины запрещается. Почему? Потому что при торможении кабина может откинуться, либо при обходе. Допускается... Вопрос номер четыре. Допускается легксплуатация самоходной машины без регистрационного знака. Конечно, допускается. Вон деревня или села. Заезжаешь там трактора без номеров катаются. Но, чтобы ответить правильно на этот вопрос, нам надо нажать на не допускается. Вопрос номер пять. Допускается ли наличие трещин в сварных соединениях кабин или каркасов? Не допускается. Почему? Потому что тут дождь, ветер, снег будет в кабину залетать. Вопрос номер шесть. Проводить какие-то либо работы под самоходной машиной при работе на самодельном двигателе. Запрещается. Вопрос номер семь. Разрешается ли стоянка самоходной машины в охранной зоне ЛЭП? Не разрешается. Почему? Потому что линия электропередач у них охранная зона от 50 до 150 метров. У пострадавшего наблюдается травматический шок. Что следует предпринять для оказания первой медийской помощи? Применить имеющие болеоутоляющие средства, обеспечить полный покой. Обрезать листок пострадавшей в охранной воду и дать понюхать наших тренинг спирт. Положить пострадавшие на лоб и затылок. Положить повязки. Так, травматический шок. Травматический шок. Я думаю цифра 2. О, нет. Оказывается 1. Применить имеющиеся болеоутоляющие средства, обеспечить полный покой. М-м-м. Применить имеющиеся болеоутоляющие средства, обеспечить полный покой. Применить имеющиеся болеоутоляющие средства, обеспечить полный покой. Применить имеющиеся болеоутоляющие средства, обеспечить полный покой.